Харьковская общественная иллюстрационная палата была создана чуть больше года. Расскажите об основных ее целях и задачах, что было достигнуто за это время? Прежде всего, инициатива о создании этой Харьковской нашей общественной иллюстрационной палаты, она возникла еще ранее, чем год назад, то есть она фактически возникла сразу после революции достоинства. Среди моих единомышленников, среди людей, которые входят в Харьковский гражданский форум, мы во время революции собирались, обсуждали, реагировали на события. И как раз осознавая, что одно из главных препятствий для нормального развития нашего государства является то, что при власти остаются те люди, которые изменения не хотят, мы решили, что нужно, в том числе со стороны общественности, включиться в эту деятельность и создать организацию общественную, которая бы своей целью ставила и достигала устранения от власти тех лиц, которые недостойны быть во власть, которые себя дискредитировали, которые принимали неправовые решения, которые нарушали своими решениями права человека, которые преследовали участников революции достоинства и так далее. То есть эта идея возникла уже полтора года назад, а год назад она была оформлена в виде некой общественной, неформализованной инициативы. Мы провели учредительное собрание, на котором были представлены где-то более представители более 40 общественных организаций, объединений, средств массовой информации, профессиональных союзов. То есть достаточно представительное у нас было собрание, и было принято решение создать и начать действовать в Харьковской общественной иллюстрационной палате. Мы начали действовать фактически прошлым летом, и в начале этого года мы приняли решение легализоваться, то есть была преобразована наша инициатива из неформализованного объединения в гражданский союз, громадянскую спилку, Харьковская общественная иллюстрационная палата, которая на сегодняшний день зарегистрирована в управлении юстицией, то есть имеет статус юридического лица и является полноценным общественным объединением. Главные цели, которые мы перед собой ставили, это борьба за очищение власти в глобальном смысле, то есть именно чтобы у власти на всех должностях были люди, которые отвечают тем, скажем, трём критериям, которые были выработаны опять же в процессе революции, это патриотизм, порядочность и профессионализм, исходя из оценки их образа жизни, профессионального уровня, из патриотизма данных лиц, это была главная задача. Ну и в нашем положении, которое было утверждено на учрительном собрании год назад, было предусмотрено, что мы одной из целей ставим содействие тому органу, который должен был быть создан, тогда на тот момент его не было, государственному, который должен был реализовать положение закона об очищении власти. После того, как эти функции были возложены на Министерство юстиции, мы начали также сотрудничать и с Министерством юстиции, то есть мы имеем тесные контакты с департаментом, который занимается вопросами иллюстрации в Министерстве юстиции, и фактически мы пытались сделать власть открытой для общества, для общественности, пытались найти диалог с представителями исполнительной власти, с представителями судебной власти, показать, что они заинтересованы в установлении тесных контактов с общественностью, мы хотели им и демонстрировали готовность помочь им в их деятельности, то есть чтобы совместными усилиями построить новое нормальное государство. За этот промежуток времени, который прошел, процедуры общественной иллюстрации прошли около 10 человек, часть из которых добровольно изъявила желание пройти процедуру иллюстрации, часть из которых откликнулась на наше предложение, и были проведены ряд иллюстраций государственных чиновников, либо тех лиц, которые претендовали на занятие государственных должностей. Ну, в частности, я могу сказать, что процедуру общественной иллюстрации прошел Михаил Гагаркин, который был исполняющим обязанности начальника ДФС в Харьковской области. Процедуру иллюстрации прошел господин Георгиевский, начальник главного управления юстиции в Харьковской области. В процедуру иллюстрации прошли несколько судей, несколько людей пообещали, но на процедуру иллюстрации не пришли. То есть, в частности, когда объявлялся открытый конкурс на замещение вакантной должности начальника государственной фискальной службы в Харьковской области, дал свое согласие на проходение процедуры общественной иллюстрации на тот момент исполняющей обязанности господин Фисюнин. После этого он просто мягко ушел от ответа на этот вопрос, и в конце концов процедуру не прошел. Также мы направляли письма фактически во все органы государственной власти, в органы правоохранительные с предложением пройти процедуру общественной иллюстрации. К сожалению, получили ответы формальные, отписки, что мы действуем в соответствии с статьей 19 Конституции Украины, мы не должны делать то, что не предусмотрено законом, а законом никаким не предусмотрено, то, что мы обязаны проходить процедуру иллюстрации, и поэтому мы не считаем необходимым проходить эту процедуру иллюстрации. Хотя мы объясняли, что это, конечно, не является каким-то обязательным с точки зрения правового регулирования, но с точки зрения демонстрации готовности к изменениям, открытости к диалогу с обществом, я думаю, что это и мои единомышленники полностью разделяют эту точку зрения, что это было бы, скажем так, новым форматом функционирования органов власти. Показание, что они действительно хотят менять стиль работы, меняться сами в сторону более таких демократических процедур. Но, к сожалению, сказать, что мы достигли этой своей цели, мы на данный момент не можем. И последняя, к сожалению, очень неприятная, на наш взгляд, история произошла с процедурой общественной иллюстрации главы Харьковской областной и государственной администрации господина Ранина. 2 февраля, то есть на следующий день после назначения на эту должность президентом Украины, он был назначен 1 февраля, имела место встреча главы облдержадминистрации Ранина с представителями общественных организаций. Там было несколько десятков представителей общественных организаций, в том числе был я. И на наш вопрос, готов ли он продемонстрировать свою открытость и готовность к диалогу с гражданским обществом, он, скажем так, очень это воспринял позитивно, сказал, да, я готов, мне нечего скрывать, я готов, давайте мы будем сотрудничать в этом направлении. После этого мы ему направили в соответствии с нашим положением иллюстрационное заявление, он его собственноручно заполнил, разместил на сайте фейсбук облдержадминистрации, для того, чтобы продемонстрировать, что он готов к диалогу и готов к общественной иллюстрации. Кстати, это иллюстрационное заявление распространили где-то около десятка средств массовой информации, опять же, акцентируя внимание, что губернатор, или, правильно говорить, глава облдержадминистрации, проявил такую готовность к диалогу. И после этого началась, на наш взгляд, не совсем понятная процедура затягивания нашей общественной иллюстрации, то есть на три наших обращения письменных с предложением определите, пожалуйста, Игорь Львович, удобное для вас время, дату, члены жюри, непосредственно процедуру проводят члены независимого жюри, арбитры, которые являются достаточно известными и авторитетными в городе Харькове людьми, то есть представителями общественности, научной среды, доктора наук, кандидаты наук, ученые, представители общественных организаций с очень многолетней историей и, скажем так, не демонстрирующие конъюнктуру и конъюнктурное подстраивание под изменяющуюся ситуацию, то есть те, которые отстаивали свою точку зрения последовательно при любых режимах, в том числе при режиме Януковича, и когда мы ему предложили ранену пройти процедуру в удобное для него время и дату, он не отреагировал ни на одно из наших трех официальных обращений, письменных, которые были зарегистрированы, на которых стоят входящие штампики канцелярии, облдержадминистрации. То есть, скажем, уже этим фактом он нарушил закон Украины об обращении граждан, в соответствии с которым он должен был дать письменный ответ на любое обращение письменное в течение 15 дней. Он ни разу не дал письменного ответа через своих советников в устном режиме и через господина Черняка, руководителя департамента по связям с общественностью. Он подтверждал, он не отказывался до последнего момента, он не отказывался от прохожения процедуры. Он говорил, да, да, я готов пройти, но давайте мы сначала, с самого начала, давайте мы дождемся, когда закончатся майские праздники, потому что, по оценкам спецслужб, повышенная угроза террористических действий. Потом, давайте мы еще подождем, потому что занят мы сильно разными делами. Ну и, к сожалению, так и не назначил удобное для него время, когда бы это не связано было с его рабочим графиком. Причем, акцентирую внимание, что члены жюри готовы были даже провести процедуру общественной иллюстрации именно господина Райнина в выходной день, в любое время, после рабочего дня и так далее. То есть, именно с этим связано, да, и ваше обращение к президенту Украины, чтобы разобраться с ситуацией, которая сложилась, которая в какой-то мере спровоцировала губернатор? Ну, дело в том, что это не совсем связано именно с тем, что он просто не отвечал. Это одна из причин, потому что, на мой взгляд, в частности, в данном случае, как специалиста в области конституционного права, когда чиновник такого уровня демонстрирует пренебрежение к закону, в данном случае к закону об обращении граждан, в частности, то это уже является ненормальным и оно, по сути, дискредитирует власть в целом. Потому что показывает чиновник своим поведением, что законы не для всех обязательны, а это не так. И как раз одна из целей нашей деятельности – это показать, что перед законом все равны, независимо от того, ты дворник или ты глава облдержадминистрации. Потому что сегодня глава облдержадминистрации, завтра неизвестно, на какой работе ты будешь работать дальше и с какими людьми тебе придется общаться. Но, тем не менее, когда мы осознали, что идет процесс затягивания и не видим желания пройти процедуру, Координационный совет принял решение провести процедуру в конце рабочей недели, 24 июля сего года и в конце рабочего дня. То есть 4, 16-17 часов мы назначили эту процедуру. Ну, как следовало, наверное, ожидать. Исходя из прежнего опыта, господин Ранин не пришел, не явился. И жюри, оценив только тот факт, акцентирую внимание, только тот факт, что он не пришел, он проигнорировал общественную инициативу, он фактически продемонстрировал расхождение своих пафосных обещаний, своими реальными делами, то есть показал, что он не человек слова, не человек дела, вернее, человек слова, только слово дал, слово забрал и так и не явился на процедуру. Поэтому прошла заочная процедура, которая предусмотрена нашим положением. И жюри приняло решение, что господин Ранин процедуру эту не прошел, потому что он продемонстрировал закрытость перед обществом, неготовность к диалогу. И все. Мы не оценивали его деловые качества, мы не оценивали его профессиональную деятельность, мы не оценивали его имущественное положение. Хотя по каждому из этих трех пунктов, которые являются обязательными, по большому счету, в процедуре общественной иллюстрации, господину Ранину есть вопросы о общественности. И как раз по результатам всего этого, а также один такой, скажем, был очень после уже процедуры иллюстрации, интересный аспект взаимоотношений облдержадминистрации и ее представителей с нашей гражданской инициативой, с нашей гражданской общественной организацией. Вместо того, чтобы объяснить причину неявки, объяснить сложные, загруженные, не знаю, еще какие-то причины, объяснить, началась кампания по дискредитации нашей общественной инициативы. А судьи кто, о какой они имеют право, о какие правовые аспекты их деятельности, начали нас в средствах массовой информации обвинять в том, что мы якобы устроили суд линч, а еще какие-то глупые, абсолютно необоснованные обвинения в нашу сторону. Поэтому мы решили по процедуре иллюстрации, а также учитывая то, что сам факт, что жюри приняло решение, что ранен процедуру иллюстрации не прошел, по нашему положению это является основанием для того, чтобы мы ставили своей дальнейшей целью добиться устранения данного должного лица от власти, независимо, это губернатор или это руководитель какого-то департамента облдержадминистрации или какого-то управления исполнительной власти в Харьковской области. И поэтому мы написали открытое обращение к президенту Украины, как к человеку, который к должному лицу, или вернее, как к личности, который назначил господина раненого на должность, обратились к премьер-министру с этим же письмом, как к человеку, который рекомендовал по Конституции назначение, и изложили наше видение нескольких таких небольших недостатков в его деятельности. В частности, несколько проанализировали, проанализировали много решений, скажем так, облдержадминистрации, и многие из них вызвали очень большие вопросы у нас с точки зрения их законности, с точки зрения их целесообразности. И только два небольших момента мы указали в открытом письме. В частности, первый момент касался того, что господин ранен 15 февраля через две недели после назначения на должность издал два распоряжения облдержадминистрации о предоставлении льгот по налогообложению двум фирмам, которые находятся в городе Харькове, но учредителем которых является общественная всеукраинская организация инвалидов с юридическим адресом и с дислокацией в городе Стаханове Луганской области. То есть возникают на наш взгляд вопросы, каким образом фирма зарегистрирована на временно оккупированной или на временно контролируемой террористами территории, подает в Харьковскую областную государственную администрацию свои учредительные документы, что является обязательным, и в результате два предприятия, учрежденные этой организацией, получают льготы по налогообложению. Так мало того, что получают льготы, эти льготы они получают за полтора месяца задним числом до вынесения решения. То есть решение было вынесено 15 февраля, а льготы они получили с 1 января текущего года. Второе распоряжение, о котором уже говорилось с иными активистами, мы просто его еще один раз акцентировали, это распоряжение о выделении земельного участка Огульцовского газоконденсатного месторождения для разработки проектной документации фирме украинская нефтегазовая компания, конечным бенефициаром которой является господин Злачевский, то есть бывший министр экологии, который на сегодняшний день находится в розыске по деятельности Генеральной прокуратуры. То есть это только два таких примера из многих, которые мы еще опубличим и которые, я думаю, найдут дальнейшее продолжение с точки зрения оценки правоохранительных органов. Когда ожидается ответ на это обращение? На самом деле это открытое обращение, мы его разослали в средства массовой информации и направили официально через пошту с письмом с уведомлением в администрацию президента и в кабинет министра Украины. По закону они должны дать ответ в течение 15 дней, но пока что прошло только 5 дней или 6 дней. Дадут, не дадут, вопрос тоже очень интересный, но тем не менее мы вынуждены были отреагировать и мы отреагировали именно таким образом, написав открытое обращение. А как вы считаете, власть заинтересована в очищении само себя? Судя по кадровой политике в облдержадминистрации Харьковской, сказать, что власть заинтересована в очищении, я бы не имел такой смелости и решимости, потому что, к сожалению, опять же, одна из претензий, которые мы выдвигали господину Ранину и хотели услышать ответы на иллюстрации, это то, что на многих должностях в облдержадминистрации работают представители бывшего преступного режима, о чем и говорил сам Ранин, оценивая бывший режим. Но, тем не менее, сотрудников этого бывшего режима он приютил на очень достаточно высоких должностях. И поэтому говорить о том, что хотя бы на местном уровне власть заинтересована в очищении, я бы не стал. Но, тем не менее, у нас, как у общественной организации, имеются с точки зрения возможности реагирования и с точки зрения задач, которые мы перед собой ставим, такая юридическая возможность, как содействие органам власти, органам юстиции, имеется в виду, которые занимаются реализацией закона об очищении власти. И у нас есть достаточно юридических оснований. Сейчас наши юристы готовят ряд исков, ряд заявлений. Я думаю, что мы, скажем, если нам не удалось добиться такого двухстороннего открытого диалога, мы будем действовать уже в рамках правового поля, будем подавать иски. И я думаю, что эти иски окончатся, завершатся процессом отстранения от должностей очень высокопоставленных должностных лиц, в отношении которых у нас уже имеется информация, что они по всем критериям закона об очищении власти не должны были пройти эту процедуру. И каким образом они ее прошли, для нас очень большой вопрос, потому что фактически они должны быть отстранены от власти, и им должен быть установлен запрет 10 лет занимать должности в органах государственной власти. Вы говорите именно о местных? Я говорю в данном случае о представителях облдержадминистрации. Федор, скажите, а Вы направляли инвестрационные заявления? Дело в том, что как раз получив согласие главы облдержадминистрации Ранина, мы ждали, когда эта процедура произойдет. И он своим примером продемонстрирует, что ничего в этом страшного нет, нужно сотрудничать с обществом, нужно открываться для общества. И мы тогда планировали направить следующим этапом всем его заместителям, всем руководителям департаментов управлений облдержадминистрации иллюстрационные заявления. Но поскольку господин Ранин продемонстрировал пренебрежение к нашей общественной инициативе, более того, в одном из своих интервью «Радио Свобода» он вообще заявил, что для него, обращая внимание, для представителя органов исполнительной власти, для представителя президента в Украине, Украины в городе Харькове, Харьковской области, он сказал, что общественные организации это игры, в которые можно поиграть, если это с пользой к делу. То есть фактически он дискредитирует, он пренебрежительно относится к всем общественным инициативам, к всем общественным организациям и может поиграть, когда это выгодно именно для него или для какого-то пользы дела ему одному известной. Поэтому мы думаем, что сейчас как раз вот этим своим прецедентом, когда он не явился и продемонстрировал, что это не является каким-то механизмом взаимоотношений, он дал четкий сигнал для своих подчиненных, что эта процедура не является обязательной, на нее нужно идти. То есть он фактически нашу работу за последний год перечеркнул одним своим бездействием, не явившись на нашу процедуру. И поэтому мы будем действовать в отношении, в данном случае, руководителей различных департаментов, управлений облдержадминистрации, уже четко в соответствии с законом об очищении власти, будем устанавливать, будем готовить иски и будем устанавливать, что эти люди не должны работать не только в облдержадминистрации, но вообще в органах власти в ближайшие 5-10 лет. То есть, кроме всего прочего, это еще дискредитация гражданского общества? Однозначно. Его позиция, его высказывание – это чисто дискредитация. И я думаю, что человек, который пренебрегает гражданским обществом, благодаря деятельности которому нынешний президент фактически стал президентом, благодаря деятельности которого глава облдержадминистрации сейчас на данном месте, потому что именно благодаря гражданской активности произошла революция, именно благодаря гражданскому обществу. И таким образом после этого скатываться в колею закрытости, фактически он продемонстрировал, что гражданское общество – это ненужная власти инициатива, и его нужно своими действиями и действиями своих подчиненных, или, скажем так, его подчиненные своими действиями продемонстрировали, что их политика, их целью является дискредитация самой идеи гражданской активности, самой идеи очищения власти. И я думаю, что иных путей, как реагировать уже в соответствии с законом у нас нет, и мы будем это делать. Я думаю, что это будет интересно для очень многих. А как Вы думаете, почему после Майдана очень много говорили о люстанции, а сейчас эта тема вспоминается все реже и реже? Как Вы считаете, это в принципе не только в области, а во всей Украине? На самом деле я считаю, что это произошло по двум главным причинам. Первая причина – это общее отношение между властью и гражданским обществом. То есть любая власть боится гражданского общества. И мы надеялись после революции достоинства, что ситуация кардинально изменится, будет вместо вот такого конфронтационного стиля взаимоотношений налажено сотрудничество. Власть откроется и будет нормально общаться с гражданскими активистами, будет слушать их замечания, слышать их замечания и делать то, что подсказывают достаточно компетентные во многих сферах и отраслях люди. Потому что гражданское общество – это не только люстрация. Это и волонтерское движение, о чем президент говорит, что на многих должностях волонтеры качественнее выполняли бы те функции, задачи государства, чем выполняют высокостоящие государственные чиновники. И во всех сферах есть люди, которые очень компетентны, очень желающие изменений в лучшую сторону. И поэтому вот это отношение старое, знаете, на самом деле во власти остались те же люди, которые были при всех прежних властях. И у них не изменился менталитет, не изменилось их отношение к данной системе взаимоотношений. То есть они видят, что когда что-то выгодно, позволяет им достичь каких-то своих непонятных для нас целей, то это можно делать, а если это не позволяет достичь, то это уже делать и не надо, потому что якобы это идет уже в разрез с какими-то их непонятными нам целями. Другая причина, почему иллюстрация не пошла, на мой взгляд, была мной озвучена ровно фактически год назад, в августе прошлого года, когда я от Харьковской общественной иллюстрационной палаты, как общественного объединения ездил на рабочую группу, принимал участие в работе рабочей группы по доработке закона об очищении власти. Я тогда уже говорил, что в таком формате, в такой редакции закон принимать нельзя, потому что для меня, как ученого и человека, который студентам рассказывает о тонкости правового регулирования, тонкости законодательного процесса, было очевидно, что этот закон во многих положениях противоречит Конституции. И все равно его приняли, причем приняли в сокращенной форме, в усеченном виде, порезали его, ну я вам скажу, что там было 20 с лишним статей, а в нынешнем законе 7 статей. То есть, одна третья закона где-то осталась за кулисами, непонятно почему. Более того, вот как раз, почему не пошла общественная иллюстрация? В первой редакции закона было предусмотрено, что общественные организации участвуют активно в деятельности государственной иллюстрации. Из действующего закона, из конечной редакции это положение ушло, и фактически общественность опять осталась за этим процессом. И сам процесс, который демонстрируется в данном случае Министерством юстиции Украины, которое является органом, ответственным за реализацию закона, оно не позволяет говорить о том, что идет полноценная процедура очищения. Уволили там несколько сотен чиновников, в то время, когда нужно было увольнять тысячи, это раз. Во-вторых, когда мы задавали вопрос представителям Министерства юстиции, есть ли реестр тех людей, реестр, просто указание конкретных хотя бы должностей в органах государственной власти, которые подпадают под действие закона, они сказали, что такого реестра нет. То есть идет только процесс, и он уже идет со скрипом, уже имеется судебное решение, которыми прокуроры, иные госслужащие восстанавливаются на своих должностях. И для меня, опять как для юриста уже очевидно, что те люди, которые устранены от должностей чисто по формальным основаниям, даже если у них нет никаких противоправных решений либо действий, они уволены, то они смогут через Европейский суд добиться, ну по крайней мере, компенсации материальные от государства Украины, потому что они уволены неправовым способом. И поэтому вот эти все в комплексе события, скажем так, украинскую мову недолугость закона и неготовность к диалогу с обществом, они привели к той ситуации, что идея иллюстрации уже отошла на второй план. Ну и кроме того, конечно, третья главная причина это война в Украине, когда, скажем, те люди, которые более нужны в зоне АТО, они, может быть, действительно не должны проходить иллюстрацию. Хотя это предусмотрено прямо законом, что если человек побывал в зоне, он фактически своей деятельностью в зоне АТО себя сделал более добропорядочными или что ли. А как Вы думаете, сейчас актуально внесение права в этот закон? Или уже просто упущено время? Нет, я думаю, что право к внесению актуально всегда в закон, когда он сделает его более дееспособным, предусмотрит четкие критерии, при наличии которых можно будет ставить вопрос об устранении от власти людей. Я думаю, что, знаете, мы своими конкретными действиями покажем, что даже в такой редакции закон может действовать, если чиновник нечистоплотен, если его бывшая жизнь, которую он ввел, не соответствует тому, что он сейчас говорит и на какой должности находится, если нам удастся, я думаю, что нам удастся через различные правовые механизмы добиться отстранения данных людей от власти, то это будет уже хоть маленькая, но победа гражданского общества в том, что закон об очищении власти будет действовать реально. Я бы обязательно внес в этот закон, вернул, скажем так, механизм участия общественных организаций, которые специализируются на иллюстрационной тематике или на иллюстрационном направлении деятельности, я бы вернул, что они должны быть привлекаемы к процессу, и вот я бы обязательно в этот закон указал четкие критерии, при наличии которых человек не должен работать. То есть там вот мне нравятся критерии, что если человек, допустим, не указал в декларации какое-то имущество, то это является достаточным основанием для того, чтобы считать, что он не прошел проверку. Если человек выносил противоправные решения против участников революции достоинства, либо в результате его решений пострадали права человека, это установлено, вот это уже стопроцентное основание для того, чтобы данный человек не работал. Кстати, многие судьи, которые выносили решения, ущемляющие права людей в Украине и в Харькове в частности, они продолжают работать. И это также одно из направлений нашей деятельности. Мы будем стремиться это все опубличить, сделать достоянием гласности и всеми правовыми механизмами пытаться этих людей из их должностей убрать. Да, и, кстати, общественная иллюстрационная палата как раз была первой, кто провел иллюстрацию судей. Расскажите об этом, пожалуйста. Дело в том, что Харьковская общественная иллюстрационная палата получила даже приз «Лучшая региональная инициатива антикоррупционная». И это уже тоже такой сигнал очень существенный для того, чтобы чиновники прислушивались, что независимые международные организации, украинские организации сказали, что это одна из лучших инициатив в Украине. И то, что вы спросили по поводу иллюстрации судей, действительно, это также уникальная, первая в Украине инициатива общественности, при которой вопрос о назначении судей бессрочно, то есть после Конституции первые пять лет судью назначает президент на первые пять лет, а потом Верховная Рада бессрочно, до достижения пенсионного возраста, либо до достижения других оснований для прекращения их судейской деятельности. Вот как раз в отношении тех нескольких десятков судей, у которых закончился пятилетний срок и которые шли в Верховную Раду для того, чтобы получить назначение бессрочно, мы по инициативе и по согласию и по инициативе, вернее, гражданского общества, по сотрудничеству с народными депутатами, которые поддерживают эту инициативу, мы решили провести процедуру иллюстрации. И действительно, разослали всем судям, из них откликнулись, по-моему, шесть человек, а на процедуру пришли три человека. Мы провели процедуру иллюстрации, опять, это очень, на самом деле, такая доброжелательная процедура, доброжелательная открытая беседа членов жюри с судьями, и те судьи, которые пришли, они все прошли процедуру иллюстрации, потому что, во-первых, среди их дел не было таких, которые подпадают под действие закона об очищении власти, то есть они не выносили противоправных решений, против участников революции достоинства, не нарушали права человека, и Харьковская общественная иллюстрационная палата сказала, что да, это те судьи, которые могут работать дальше. Мы свое заключение направили в Верховную Раду, комитет по вопросам правосудия, отправили народным депутатам, и эти судьи благополучно были назначены. Другие судьи, которые не прошли эту процедуру, проигнорировали, часть из них также была назначена, часть по инициативе уже народных депутатов, которые с нами сотрудничают, не были допущены до рассмотрения на Верховной Раде. То есть это одно из главных направлений, которые мы в дальнейшем планируем развивать. У нас есть отдельная группа, которым именно судебной властью будет заниматься, и всех судей, которые будут назначаться бессрочно, мы планируем проводить процедуру иллюстрации. Если они не будут приходить в силу каких-то объективных либо субъективных причин, мы будем тоже реагировать в соответствии с теми нашими возможностями, которые есть у гражданского объединения, которые предоставлены законом об обращении граждан, о гражданских объединениях. Скажите, а есть ли примеры в других регионах Украины подобных инициатив гражданских? После революции достоинства, после Майдана, инициатив было очень много. На данный момент они начали затухать, но в некоторых регионах они продолжаются. В частности, в Виннице продолжается такая деятельность иллюстрационных, исходя из мониторинга прессы, из мониторинга событий. На Западной Украине, в Волынской области пытаются ребята этим заниматься. У нас есть контакты с представителями Одессы, которые тоже пытаются этой процедурой заниматься. Поэтому эта процедура, знаете, она после вот этого, скажем так, активности, эйфории, что мы будем все изменять, она, конечно, закономерно немножко утихла, но я думаю, что если мы своим примером покажем, и одна из наших целей – это координация деятельности с другими подобными общественными инициативами, я думаю, что все-таки мы доведем до какого-то логического конца, когда эти общественные инициативы будут иметь реальное влияние на процедуру назначения, либо отстранения от должностей лиц, которые не должны работать в органах власти. То есть, по сути, сейчас Харьковская общественная институционная палата самая мощная и самая эффективная в Украине? По большому счету, по результатам деятельности, наверное, можно так говорить. Скажите, пожалуйста, а какие вот самые большие достижения за год, как вы считаете? Я думаю, самое большое достижение за год – это то, что мы провели процедуру и пришел человек, это то, о чем я говорил, глава, начальник областного управления юстиции, господин Георгиевский. Я думаю, что достижение – это то, что мы провели иллюстрацию судей и заявили о себе. Достижение – это то, что мы установили контакты с многими международными организациями, которые поддерживают нашу инициативу, в том числе с ОБСЕ, с представителями, с представителями иллюстрационных органов Министерства юстиции, которые готовы сотрудничать с народными депутатами, в тесной спайке работаем, в том числе с теми, кто был инициаторами на Майдане всеукраинских процедур иллюстрации, то есть Егор Соболев и так далее. То есть я думаю, что достижения есть, они не такие большие, которые, как хотелось бы, но тем не менее, осилить дорогу идущие, я думаю, что мы своими действиями в дальнейшем продемонстрируем, что эту работу мы оставлять не будем и она принесет результат не только для города Харькова, я думаю, что и для Украины в целом. Вы заявляли о том, что 150 должностным лицам будут разосланы иллюстрационные заявления. На сегодняшний день в иллюстрацию прошло только 10, да? Ну, где-то около 10, да. То есть остальные просто проигнорировали эту процедуру и таким образом, в принципе, нанесли себе вред своей репутации. Как вы считаете, само прохождение иллюстрационной процедуры это же плюс в послужных списках чиновников? На наш взгляд, это была бы яркая демонстрация того, что они по-новому оценивают взаимоотношения, они являются открытыми, они готовы к сотрудничеству, они готовы получить помощь в тех делах, которые, допустим, с точки зрения их, как чиновников, им может быть не под силу. То есть они фактически получили бы очень тесное командное решение многих вопросов. К сожалению, это не показали, открытость многие из них они проигнорировали. И мы на это тоже будем реагировать, просто, ну, объективно не хватает ресурсов человеческих. То есть у всех это волонтерский проект, это нас никто не финансирует. Мы абсолютно независимая организация, которая действует только исходя из взносов на те либо иные конкретные цели, там, допустим, купить бумагу, либо направить письмо, скидываемся своими деньгами, волонтеры, и этот процесс движется. У каждого своя работа, своя должность или там бизнес, общественная деятельность в других организациях, поэтому есть определенные проблемы человеческого фактора, но тем не менее мы видим, что в процессе нашей деятельности, особенно после процедуры иллюстрации господина Ранина, заочной, очень, скажем так, это был всплеск активности и очень много людей начали к нам обращаться с информацией о противоправных действиях, решениях представителей органов власти. Очень много людей выявили желание, изъявили желание и готовность сотрудничать с нами, поэтому я думаю, вот после вот этого летнего зачища периода, где-то с сентября, деятельность нашей иллюстрационной платы активизируется и мы и отреагируем на те игнорирования чиновников, которые просто не пришли, либо ограничивались формальными отписками. Мы будем доводить эту информацию до общественности, до высшестоящих руководителей, то есть мы будем двигать эту тему в дальнейшем. Ну, если перед любой иллюстрационной процедурой вы обращаетесь к гражданскому обществу с просьбой откликнуться, дать, доставить информацию о том или ином чиновнике, насколько люди откликаются, насколько активны нашего гражданского общества? Сильно больших, многих массы откликов мы, конечно, не получаем, получаем, ну, хотелось бы, чтобы это были сотни или тысячи, на данный момент таких откликов десятки есть, приносят интересную информацию, причем интересную информацию и о очень неблагоприятных, неблагонадежных и, скажем так, явно противоправных действиях конкретных государственных лиц, но люди все-таки еще не готовы это опубличивать, они говорят, да, вот такое решение имело место, вот такое действие имело место, конкретный чиновник сделал вот это, вот это, вот это, мы говорим, вы готовы это публично заявить либо доказать? Нет, тут я боюсь, потому что у меня жить в этом городе, у меня семья, бизнес и так далее, то есть люди еще не готовы воевать и не готовы, знаете, как бы отстаивать, так, последовательно свои права, но вот особенно после процедуры люстрации заочной главы области администрации, количество таких обращений уже, к счастью или вот приятно, стало уже не десятки, сотни, и поэтому я думаю, что дальнейшая деятельность, которая продемонстрирует, конечно, результат отстранения от должности конкретного должного лица, какого бы уровня это ни было, она продемонстрирует, что эта инициатива имеет рычаги влияния легальные, я думаю, что количество людей, которые будут предоставлять информацию, конечно, увеличится. А вот скоро у нас выборы, как вы думаете, это подстегнет людей к прохождению люстрации, особенно те, которые собираются баллодировать? Важный вопрос, который я упустил, как раз во время выборов прошлого года парламентских у нас где-то, наверное, около 10 кандидатов в народные депутаты по различным округам также прошли процедуру общественной и публичной люстрации, то есть и в отношении части из них было принято решение, что они могут представлять харьковскую громаду, общественность в Верховной Раде, в отношении части из них было принято, что они недостойны, то есть это тоже, скажем так, один из рычагов воздействия общества на формирование уже представительской власти. В аспекте местных выборов, которые будут в октябре этого года, я думаю, что, конечно, всех депутатов городского совета, областного совета, районных советов мы охватить не сможем, но вот в отношении тех людей, которые будут претендовать представлять харьковчану на должности городского головы, мы этот вопрос обсуждали, я думаю, что мы предложим им пройти процедуру общественной и публичной иллюстрации, возможно, и в отношении некоторых кандидатов от Харькова в областной совет, то есть, ну, этот вопрос еще на стадии обсуждения, окончательное решение не принято, но тем не менее, конечно, в этом процессе мы будем участвовать. Странно, что они сами не изъявляют желания, потому что это большой плюс. Не, ну, дело в том, что это не совсем так, что не изъявляют желания, скажем, некоторые потенциальные кандидаты, они уже, на наш взгляд, потенциальные кандидаты, они уже начинают прощупывать почву, можно ли пройти процедуру общественной иллюстрации, даже, я вам скажу больше, есть желание проходить эту процедуру даже от людей, которые хотят занимать выборные должности не только в органах государственной власти, но и на предприятиях, учреждениях, организациях. То есть, вот наша инициатива имеет вот такой отклик, и люди приходят, интересуются и изъявляют желание, что мы бы не против были пройти эту процедуру, поэтому будем работать. Как вы думаете, почему чиновникам чаще снимают должностей после, не после иллюстрации, а после, например, журналистских расследований? Ну, наверное, потому что резонанс на сегодняшний день, на данный момент, от журналистских расследований значительно больше, и это позволяет, особенно когда это журналистское расследование центральных телеканалов, которые на всю Украину демонстрируют, что на самом деле такие изменения, которые хотелось бы видеть, они не происходят, и более того, новые чиновники действуют по старым схемам, скажем, перенаправляют потоки от прежних владельцев к новым владельцам, либо демонстрируют стиль поведения, там, не совсем адекватный и не соответствующий новому пониманию власти. Поэтому, наверное, это более эффективно, более резонансно. Если, ну, я думаю, что если мы добьемся принятия каких-то решений судов в отношении конкретных должностных лиц, то средства массовой информации эту информацию также подхватят, и я думаю, что таким образом совместно мы добьемся очищения власти в конкретном регионе, в Харьковском. Еще такой вопрос. Мусорная иллюстрация, конечно, никакого отношения не имеет к государственной инициативе, но, тем не менее, то и другое называется иллюстрацией. Как Вы считаете, не дискрептирует ли такое поведение активистов само название, само понятие иллюстрации? Ну, на самом деле, это иллюстрация, абсолютно правильно Вы сказали, это иллюстрация в кавычках, потому что, на самом деле, это не иллюстрация, это просто демонстрация от того, что уровень недовольства общества конкретных активистов конкретным чиновникам, он уже выхлестывает, перехлестывает все допустимые рамки, и люди не видят, что иным способом можно привлечь внимание, и они вынуждены показывать, что этот чиновник негодяй, он своей деятельностью порочит государство, порочит конкретные органы власти, он фактически дискредитирует в целом государственную службу, либо нарушает права человека своими действиями, поэтому, знаете, это уже такое крайнее проявление импульсивного отношения к тому, что нужно что-то менять. Ну, оценить, что это, ну, это к процедуре общественной иллюстрации, или к процедуре иллюстрации, это имеет такое опосредованное отношение, это чисто акция гражданского неповиновения, гражданского протеста против того, что ничего не меняется в отношении кадровых назначений, и те люди, которые должны быть отстранены, они продолжают работать. То есть это вопрос к государственной иллюстрации и вопрос к тому, почему буксует закон, почему он тех людей, которые либо подпадают под действие этого закона, не устраняет, либо оставляет за пределами своего регулирования тех одиозных личностей, которые своим поведением, своей деятельностью показывают, что они не должны работать на этих должностях, но продолжают работать. Ваша деятельность, безусловно, вызывает недовольство у некоторых чиновников. Не получали ли вы угрозы, вы или ваши коллеги? Ну, скажем, по странному стечению обстоятельств, когда мы начали заниматься процедурой общественной иллюстрации, особенно господина Ранина, начались какие-то непонятные для нас телодвижения в аспекте бизнесов некоторых наших коллег. Поступали угрозы уже непосредственно по телефону нашим членам жюри некоторым. Я лично по странному истечению обстоятельств после того, как 22 апреля 2015 года по поводу нашей общественной инициативы побывал на приеме в главы областной государственной администрации господина Ранина, 23 апреля на следующий день получил в Киевском районном военкомате повестку на службу в армию и прослужил три месяца, пока не было принято закона о том, что доценты и профессора не подлежат мобилизации. Я был уволен только неделю назад. Конечно, доказать, что это является следствием моей гражданской активности сложно, хотя, с другой стороны, как говорят, модно сейчас говорить, оговорка по Фрейду, один из представителей областной государственной администрации, когда пытался дискредитировать нашу процедуру в отношении господина Ранина, он так вскользь оговорился, что один из активистов, которые наиболее активничали, почему-то находился не на службе, куда он был отправлен. Ну, на службу призывают, а не отправляют. Если у него есть информация, что я был отправлен, то это очень интересная информация, но, тем не менее, у нас, знаете, какие бы движения и решения и действия в отношении активистов ни предпринимались, я думаю, что мы эту дорогу не оставим, и мы ее осилим, и результатом нашей деятельности будет отстранение тех людей от власти, которые не должны быть во власти. Спасибо большое. Здравствуйте.